Девушки отдыхают Еврохоккей Тур, Кубок Карела Обзор первого международного турнира после длительной паузы Студенческая футбольная лига РТ Матч сборной КФУ против архитектурно-строительного университета Спартакиада вузов Республики Татарстан Вольная и греко-римская борьба Сколько медалей смогли набрать вузы в свою копилку? Хочется начать программу с чего-нибудь масштабного и приятного Поэтому первая новость у нас сегодня о хоккее После длительной паузы вызванной пандемией коронавируса Сборная России по хоккею наконец-таки принимает участие в международном турнире Это Кубок Карела Как наша сборная отыграла на этом турнире узнаешь в нашем следующем сюжете Кубок Карела Турнир, который традиционно открывает сезон Еврохоккей Тура После долгой паузы вызванной пандемией коронавируса Сборная России, Финляндии, Швеции и Чехии наконец-то выходят на лед Сборная России провела свой первый матч против сборной Финляндии Наша команда приехала в сторону с ООМИ молодежным составом с игроками не старше 20 лет Этот турнир хороший шанс для ребят показать себя перед молодежным чемпионатом мира 2021 года Поэтому мотивация у сборной запредельная Россияне открыли счет уже на второй минуте матча Родион Амиров вошел в чужую зону и точно кистевым броском поразил ворота финской сборной 1-0 Сразу после этого хозяева турнира получили шанс сравнять счет Так как за задержку клюшки соперника удалился Никита Седов Несколько хороших моментов создали финны, но вратарь россиян Ярослав Аскаров выручил На 12-й минуте Марат Хоснудинов ворвался в чужую зону, перехитрил защитников, уложил вратаря на лед и поразил пустые ворота финнов 2-0 Прошло 3 минуты и уже Ильяс Афонов благодаря шикарному пасу Василия Подколзина доводит счет до крупного 3-0 Практически все получается в стартовом отрезке матча у нашей команды Молодые ребята поймали кураж На второй период финны вышли с огромным желанием совершить камбэк В самом начале Элмир Эронин мощным броском с ползоны застал врасплох Ярослава Аскарова Финны перехватили инициативу и наши ребята начали допускать нелепые ошибки Последовали удаления Сначала Даниил Чайко отправился отдыхать с задержкой клюшкой Финны ничего не смогли показать в большинстве Счет не изменился Не забиваешь ты, забивают тебе На 15-й минуте Даниил Чайко в большинстве от синей линии попал в верхний угол ворота соперника 4-1 Позже Егор Ченахов вышел один на один с вратарем и отправил соперников в полный нокаут 5-1 Великолепная реализация моментов у наших ребят Гарамин Финов молодежным составом В начале третьего периода снова пропускаем Герис Саллинин сокращает разы их 5-2 Как бы сильно ни старались хозяева, наши ребята играли достойно На 11-й минуте последнего периода Алекс Линтунием заработал удаление за подножку И второе большинство реализовала российская сборная Егор Афанасьев здорово залкнул передачу Шакира Мухаммадулина И застал врасплох вратаря финнов 6-2 Разгромная победа наших молодых ребят над хозяевами турнира Второй матч на Кубке Карелла Сборной России по хоккею предстояло сыграть со шведами Шведам с первых минут удалось забрать инициативу Сборная России в основном грамотно и спокойно играла в обороне на своей половине Пока шведу штурмовали зону противника В принципе, так и прошел весь первый период Картина поменялась только к концу второго периода Когда сборная России начала переходить в контратаку при первой возможности Однако из-за несогласованности действий Ни один из голевых моментов реализовать не получилось Так, к концу третьего периода Счет все еще оставался неоткрытым 0-0 В третьем периоде шведы также в основном играли в нападении А сборная России защищала ворота Но даже грамотная защита команды Лорионова не обошлась без ошибок Неточные передачи, несогласованность действий защитников И другие индивидуальные ошибки хатеистов Все это привело к множеству голевых моментов для шведской команды На протяжении 15 минут третьего периода Шведы агрессивно набрасывали на ворота сборной России На 56-й минуте Еспер Фреден спасавал на пятак Обыграв Чайку и Аскарова А Антон Ведин выполнил точный бросок После передачи от Андреса Винерки Антон Ведин выводит свою команду вперед Так шведы за 5 минут до конца матча отыграли счет 1-0 За 2 минуты до конца матча сборная России перешла в нападение После пары неудачных передач от Чайки и Чистякова Подколзин выдал блестящую передачу на Амирова А тот совершил точный бросок в ворота шведов Основное время закончилось в ничью Определить победителя матча не получилось и в овертайме Первая попытка шведов забить гол обернулась для них неудачей В то время как форвард российской сборной Родион Амиров точным броском низом забивает гол Второй гол в серии буллитов забил Василий Подколзин После броска Афанасьева счет в серии буллитов стал 1-2 Следующим на очереди в серии буллитов был Антон Ведин Который уже подарил команде один гол в основное время Швед совершил бросок по центру Но вратарь смог отразить очередной бросок Серия буллитов закончилась со счетом 1-2 в пользу России Заключительный матч Кубка Карила сборной России предстояло сыграть с чехами У которых на счету также две победы Этот матч должен был определить победителя первого этапа Еврокубка Поэтому обе команды были настроены исключительно на победу Сборная Чехия начала матч так же как в Швеции в игре с Россией Чехи с первых минут перешли в штурм И практически не давали команде Игоря Ларионова завладеть шайбой Сборная Чехии в первом периоде была намного активнее команды Ларионова В конце первого периода нападающего Рудольфа Червины удалили на 2 минуты задержку плюшкой У команды Ларионова появилась прекрасная возможность реализовать один из немногих моментов При первой возможности сборная России реализовало большинство Чайка и Сафонов развели шайбу и сделали пару красивых передач А звездный форвард Родиона Миров при помощи Егора Чинахова забил шайбу в пустой угол В начале второго периода сборная России решила не терять хватку С первых секунд российские хоккеисты перешли в нападение Забитый гол явно повлиял на настрой команды Сборная России стала играть более уверенно и дисциплинированно Все больше времени они проводили в зоне Чехов Уже на первых секундах у команды Ларионова получил взять под контроль шайбу На 27 секунде Егор Чинахов кистевым броском отправил шайбу в ближний угол 2-0 В середине второго периода Василий Подколзин притащил шайбу в чешскую зону Сделал передачу на Егора Афанасьева А тот зарядил шайбу в сторону чешских ворот Ситуация особо не менялась Команда Ларионова владела шайбой А чешские контратаки оставались безрезультативными Команда Ларионова выиграла третий матч со счетом 3-0 Сборная России по хоккею стала победителем первого этапа Евротура Кубка Карелла Амир Сабиров, Роберт Хасанов, Неделя спорта От мировых событий переходим к локальным, но не менее интересным Студенческая футбольная лига РТ на очереди Казанский федеральный университет продолжает свое победное шествие на этом турнире Всего лишь один раз ребята смогли оступиться в матче против Павловской академии спорта Но до этого они отыграли очень интересный матч против сборной Казанского государственного медицинского университета со счетом 3-0 Следующий соперник сборная Казанского государственного архитектурно-строительного университета И как прошел этот матч нам расскажет Наталья Жирнова 3 октября 2020 года Студенческая футбольная лига Первая встреча для команд Казанского федерального и архитектурно-строительного университета в этом сезоне Федералы и архитекторы вышли на поле с существенными изменениями в составах На скамейке запасных КГСУ сидел только тренер А часть основного состава КФУ не смогла участвовать в матче из-за травм как минимум у троих игроков Если для КФУшников это не было проблемой, то для КГСУ остаться без замен стало испытанием Первые минуты первого тайма шли на равных Мяч оказывался то на стороне федералов, то на стороне архитекторов Однако через несколько минут команда КФУ начала прессинг в сторону КГСУ Несколько опасных моментов около ворот строителей И на четвертой минуте нападающий командой федералов Хасан Джон Латипов открывает счет Нападающий ударяет в сторону в ворот КГСУ И благодаря неудачному сейву игрока архитектурно-строительного мяч закатывает с ворота После пропущенного гола архитекторы смогли вывести игру на половину противника Но и тут КФУшникам удалось быстро перехватить мяч и снова начать активные атаки на ворота КГСУ Даже несмотря на неплохую оборону противника, на девятой минуте Роман Пермамедов, нападающий КФУ Забивает второй гол в ворота архитекторов А уже на тринадцатой минуте счет становится 3-0 Данил Воронов проходит в штрафную зону команды КГСУ Получает мяч через передачу и забивает гол После же четвертого гола в свои ворота шансы на победу у КГСУшников стали угасать Архитекторы несколько раз начинали контратаку Но им не хватало четкости в передачах и мяч вновь оказывался у КФУ Двадцать четвертая минута Дубль нападающего Данила Воронова Следом на двадцать пятой минуте хат-трик Романа Пермамедова И счет становится 6-0 в пользу федералов Сборная КФУ отличается не только результативными моментами, но и нарушениями Счет с желтым карточком на двадцать восьмой минуте открывает Никита Лихачев Засрыв перспективной атаки Архитекторам выпадает шанс наконец-то забить свой первый гол в матче со штрафного Но в итоге мяч не залетает в сетку ворот Всю концовку первого тайма команда КФУ провела в атаке Но еще больше счет увеличить не смогла И тайм закончился со счетом 6-0 Во втором тайме, несмотря на отсутствие забитых мячей Команда КГСУ не опускала руки И продолжала достойно защищать свои ворота Рустем Хабибрахманов, защитник КГСУ Делает хороший перехват мяча, уходит в атаку Но партнеры по команде не поддерживают его Контратака завершается на половине архитекторов Игра стала набирать обороты и все чаще проходить в центре поля и на стороне КФУ Именно в один из таких моментов при перехвате мяча Голкипер КФУ слишком сильно выпрыгивает вверх и падает на руку Матч мог продолжиться с заменой вратаря Но, к счастью, для федералов замена не потребовалась И Абиджон продолжает игру Вскоре Данил Воронов делает хэт-трик Счет 7-0 А на 57-й минуте в гонгах бомбардиров матча врывается Ник Энергадзе Дебютант сборной Казанского федерального И счет становится 8-0 После восьмого гола федералы дали себе немного расслабиться И выпустили на поле всех резервных игроков Для Евгения Пегова и Азата Кашапова это стало шансом, чтобы отличиться Ведь в последние 10 минут они создавали опасные моменты у ворот Однако оба пробили мимо и не смогли сделать счет больше Матч заканчивается со счетом 8-0 У нас в этом году много первокурсников перспективных Поэтому потери таких сильных бойцов, как Рамиль Загиров, Владислав Капунов Мы почти не заметили Поэтому таким составом сейчас играем, побеждаем Соперник довольно-таки хорошей команды Даже и в том составе, в котором они сегодня пришли Оказали достойное сопротивление, поэтому сегодня не так легко было Играли связи, почувствовали забитые голы Ничего, двигаемся дальше Заслуженная и уверенная победа Казанского федерального университета Интриги не произошло и команды отправились готовиться к следующему туру студенческой футбольной лиги Наталья Жирнова, Эльвина Губайдулина, Неделя спорта До конца студенческой футбольной лиги остается совсем немного времени У сборной Казанского федерального университета в запасе два матча Первые из них уже отыграют 12 ноября В соберниках Казанский государственный медицинский университет Турнирные таблицы на первом месте сборной Академии спорта У них 9 очков Следом Казанский федеральный университет У них также 9 очков Но после очной встречи Академия выше Тройку замыкает сборная Кнету Каи У них в активе 6 очков Остальные результаты на вашем экране Спартакиада вузов Республики Татарстан продолжается На этот раз сильнейших выявляли в спортивной борьбе На такое мероприятие, естественно, и отправилась наша съемочная группа Так что как там все прошло, узнаешь вот прямо сейчас Вот раз, два, три и поехал сюжет Еще в сентябре в Казани сортовало спартакиада вузов Республики Татарстан 2020-2021 Несмотря на ситуацию с COVID-19 В уже проведенных соревнованиях смогли принять участие Достаточно большое количество участников из разных вузов Исключением не стали соревнования по спортивной борьбе В этом году соревнования по вольной игре к римской борьбе Объединили в один день И уже 7 ноября встречи прошли на ковре по Волжской академии спорта Всего за один день среди юношей и девушек были разыграны медали в 12 весовых категориях По вольной борьбе и еще в 6 категориях мужчины поборолись за медали в греко-римской борьбе На ковре встретились как лидеры прошлого года Академии спорта, Академии ветеринарной медицины Так и хорошо показавшие себя команды Казанско-федерального архитектурно-строительного университета Принимает участие 10 вузов на данный момент, 122 человека Чуть-чуть меньше, чем прошлый год в связи с коронавирусом Так как многие вузы перешли на дистанционное обучение Поэтому чуть-чуть, я думаю, что чуть-чуть меньше На данный момент мы проводим и активно участвуем во всех видах спорта-киады Первые места заняли Роза Нарбекова в весовой категории 50 кг И Камила Назмудинова в весе 68 кг, победив Карину Елину из архитектурно-строительного университета Второе место взяла Ирина Плаксина в категории 76 кг Уступив Александре Утехиной из академии спорта А третье место забрали Ильяса Хозянова и Сабина Тимирова В категориях 76 кг и 62 кг соответственно Так в копилку КФУ летит две золотых, одна серебряная и бронзовая медали В призах также оказалась и мужская часть команды Среди мужчин одно первое и третье место За первое место в категории 125 кг боролся Александр Ивенин Самый старший участник команды по вольной борьбе КФУ Показав первокурсникам своим личным примером необходимость уверенно забирать победу Соперник Александра по финалу принадлежал к другому стилю борьбы Поэтому не сознавал специфики вольного стиля, что помогло взять первое место Также бронзовую медаль в категории 86 кг для сборной КФУ смог заработать Фархаджон и Шан В греко-римской борьбе, соревнования по которой начались сразу же после финала у девушек Спортсмены КФУ дополнили коллекцию наград Между этими схожими на первый взгляд единоборствами существует ряд отличий В греко-римской состязании запрещено захвата ног и подсечки Спортсмены должны выполнять приемы только против туловища соперника В отличие от вольной борьбы в греко-римском от сборной КФУ принимали участие только мужчины Борцы Казанского Федерального уверенно заявали бронзовую и серебряную медаль в категориях 60 кг и 97 кг соответственно Золотыми медалистами стал Расим Гусейнов, а бронзу принес Арат Газизов Диана Урядова, Наталья Жирнова, Неделя спорта Ну и на этом все, вот такая у нас выдалась Неделя спорта, а что будет дальше, посмотрим Настолько долго уходить не будем, всего лишь одна неделя пройдет И мы вновь будем вместе с вами обсуждать Неделю спорта Еще увидимся, до скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин